Добрый день. Тема нашего сегодняшнего урока — идеи личности в описании общества. Каждый раз ученый-обществовед стоит перед важным теоретическим выбором. Это выбор между двумя позициями по вопросу об отношении личности и общества. С одной стороны, можно описывать общество вообще как большое универсальное единство. С другой стороны, можно описывать общество, начиная с микроуровня, с уровня элементарных социальных взаимодействий на уровне повседневной жизни людей. Идея личности первоначально была связана именно с подходом к обществу как большому единству. При таком подходе личность оказывается своего рода атомом, элементарной единицей универсальной большой социальной организации. Каждый такой социальный атом или личность обладает устойчивым постоянным набором характеристик, которые, собственно, и воспроизводятся в социальной организации. Похоже ли такое описание на нашу сегодняшнюю ситуацию? Нет, по всей вероятности, не очень похоже. Ведь сегодня каждый человек ведет не одну, а несколько жизней, имеет не только реальную, но и виртуальную идентичность. Поэтому сегодня, когда ученые в области социальных наук говорят о личности, они имеют в виду не столько нечто постоянное и устойчивое, сколько набор состояний, который постоянно меняется, который включается в те или иные общественные взаимодействия в зависимости от их направления, цели и специфики. Личность с этой точки зрения оказывается скорее инструментом, при помощи которого каждый человек включается в социальные практики и пытается даже управлять ими. Так, например, устраиваясь на работу, мы указываем в резюме свои личностные качества, надеясь, что это принесет нам положительный результат. Вообще, современное понимание личности в обществознании очень честно связано с представлением о том, какие именно социальные практики могут осуществляться человеком и как он в них участвует. В следующий раз мы будем говорить об одной такой социальной практике — семье. На этом наш урок закончен. Всего доброго!